Мы сейчас предлагаем всем тем, кто коллекционирует музыку, подключить необходимые технические устройства к вашим телевизорам для того, чтобы запечатлеть то, что будет происходить дальше. А именно, у вас, возможно, появится неожиданная возможность. Возможно, появится возможность увидеть тех, кто скоро станет звездами музыкального Олимпа. В Петербурге продолжается фестиваль под таким названием «Музыкальный Олимп». Его участники – молодые победители самых интересных мировых конкурсов. И сегодня их шествие по музыкальным площадкам столиц только начинается в 16-й раз. Начнется большой путь для юных творцов из Петербурга и его внимательной публики. Так что давайте посмотрим. Пока они только учатся собирать свои большие залы. При себе у них талант, небольшой опыт выступлений и пара музыкальных наград высшего достоинства. Но как этот нехитрый опыт переплавить в мастерство и стать заметным? Учиться у лучших мировых сцен, их музыкантов и слушателей. Например, у Петербургской филармонии. Эйю и Анна – двое музыкантов, делающих первые шаги в большой музыкальный мир. Их, как и 20 других участников фестиваля «Музыкальный Олимп», заметили еще на молодежных конкурсах – в Стамбуле, Парме, Брюсселе, Мюнхене. Но предложили не просто довольствоваться грамотой под стеклом, а не теряя времени приехать и начать наращивать мускулы уже на взрослых сценах. В ходе их первого турне им предстоит, например, покорить всем уже искушенный Карнеги-холл и залы Берлина и Шанхая. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Уже многое изменилось. Я немножко даже как-то выросла, потому что это же большая ответственность выступать здесь с такими прекрасными музыкантами на таком фестивале. У них было только несколько месяцев для того, чтобы заочно познакомиться по интернету и утвердить общую программу выступлений. Вот и в случае и Йоба и Анны – это музыкальный союз, у которого до начала выступления в Петербурге было всего две репетиции. Их цель – минимум запомниться публике, а максимум – обрести новые навыки и, возможно, продюсера. Нам нужно доказывать даже на этих концертах, нам нужно доказывать, что действительно мы заслуживаем выступать здесь на такой сцене, выступать с такими оркестрами, как филармонические оркестры. Так что я считаю, что это непросто. Конечно, конкуренция все время держит нас как бы в напряжении. Мир, в котором теперь живут звезды первой величины в классической музыке – это мир больших нагрузок, постоянных перемещений и стрессов. Поэтому и отбор в будущие Пласида Доминго и Дениса Мацуева – естественный и суровый. Нас интересует только мастерство их, профессионализм и большой потенциал. Чтобы я прекрасно понимала, что из них будут самые настоящие такие реальные, высокого, высочайшего уровня артисты, которые будут долго, которые не просто задержатся на какое-то время, а которые будут долго жить на музыкальных сценах. Многие из выпускников фестиваля «Музыкальный олимп» прошлых лет уже прорвались и уверенно концертируют на лучших сценах. Но и на этом этапе ждет новая загадка нынешнего музыкального искусства – как быть знаменитым, но преодолеть искушение и все-таки не впасть в шоу-бизнес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова